Друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, решил записать видео, скорее всего, для себя, так сказать, на память о том, как я ремонтировал свой мопед. Видео к просмотру вообще не обязательно, дабы не тратить ваше драгоценнейшее время. Ну а кому интересно, смотрите, возможно, увидите знакомую ситуацию. В общем, покажу, как я лазил здесь своими кривыми руками, не имея ни малейшего понимания, где что находится, и куда что крутить, где что поменял, где что переварил, чуть не спалил мопед. Ну, такое бывает. И добился вот такой стабильной работы этого мопеда. Простоял он у меня около 5 лет на приколе. Вот таким слоем пыли был покрыт. Надо было, конечно, это заснять. Ну, почему-то сразу не сообразил. Сейчас он работает, как можно слышать, да? И работает довольно-таки неплохо. Он снова так не работал, друзья. Пробега здесь за практически 15 лет всего 6 тысяч. Это ни о чем. Вот такие вот дела. Ладно, давайте посмотрим, что я тут наковырял. Мужики, всем привет. Короче, достал скутер свой. Помыл сейчас его с мойки. Вот такой он у меня. Конечно, пластик пересохший. Вот, смотри, лопнул. У меня там где-то был и сшитый. Ну, старенький. Проблема, значит, такая. Сейчас свечу проверил. Искра есть. Заводится. Все заводится. Только вот он поработает. Сейчас покажу. Поработает и сам начинает отдохнуть. Постоит вроде там газулей. Бензо туда приснешь. Опять работает. Вот не вижу я здесь нигде регулировочных вот этих, где ему топливо добавить. Еще вот, только вот этот винт. В скутерах я полный ноль. Не знаю, где что находится. Когда-то там экспериментировал, там, менял эти самые, ну, как это называется, вариатор, да. Там, и грузики менял, там, и так далее, там, подобное там. Ну, суть не в этом. Не держит обороты вообще. Как-то было дело, лампочки погорели все практически. Что-то где-то перемкнуло, так ярко загорелись. И все сгорело. По-моему, на свете нет, на габаритах нет. На поворотниках, не знаю. Где-то что-то может быть вот здесь. Какая-то беда. Я имею в виду, может быть, вот это, что это такое. Надо пристегнуть. Резинки позгнивали. Здесь у меня на стяжках все было. Короче, надо стяжками поприщелкивать вот так вот. Не вижу, где регулируется этот самый. Подача топлива. Аккумулятора нет. Заводится с лапки. Ну, заводится так себе. Вот так несколько раз газулей дашь. С пол пинка, да? Ну, сейчас, смотрите, обороты вроде как поднабрал. И сейчас сдохнет. Не держит обороты. В газу оседать он вообще заводит. Что за хрень, не пойму. Достает до щебенки, поэтому пыляка. Все. Шабаш. Шабаш. Еще разок. Не хочет. Ручкой вот так вот слегка. Вроде бы как, да? Бензин. Паза, 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 паза прошлогодний. Наверное, года три в баке. Бензин. Ничего не перекрывается, как есть. Но, тем не менее, вот он заводится. И он три года назад так же работал. И четыре года назад так же работал. Короче, непонятно. Вот, чуть-чуть дал. Но не держит обороты. Вот он сам их поднимает, как почерпный. И сейчас сдохнет. Где, куда посмотреть. Ну, знаю, здесь вот иголка. Она переставляется. Выше, ниже. Ну, где-то же должна быть и игла, которая регулируется. Вот и все. Все хорошо, все замечательно. Но непонятно. Вот тот вакуум когда-то менял. Он не работал, потом поменял. Все заработал. Куда копать, что смотреть. Если кто знает. Короче, ночь уже. О, фонарик. Снял вот эту хрень. Открутил. Ездила, все хорошо. Замечательно. Не знаю, как ее проверить. Вот, рабочая, она не рабочая. Как она должна нам шевелиться, не шевелиться. Короче, я не знаю. Вот, иголка вроде есть. Но она ни туда, ни сюда не ходит. Короче, такая херня. Сколько я не пытался заводить, бля, не заводится. Через лушак бенз идет. Вот, не через лушака, я не знаю. Это фильтр, наверное, да? Оттуда, сюда, сюда и капает сюда. Это на асфальте. Плюс еще там на дороге. Капец. Ну, не перчить, не этот. Свечу еще раз выкручивал. Из края есть, но она сухая. Не знаю, почему. Свеча сухая. Хотя, по идее, должно ее было залить. Она сухая. Вот, как-то так. Хрен его знает. Куда смотреть, куда копать. Пережимал уже этот шланчик, который вот фильтр. Вот где-то здесь пинцет у меня. Пинцетом пережимал. Якобы сымитировать краник. Но один хрен не заводится. Не знаю, что это за фигня. И с чем ее едят. Ни туда, ни сюда. Никуда. Не становится, не вылазит. Не залазит. Туда вроде как пружинка есть. Туда вроде как ходит. Хрен его знает. Завести не могу. Вообще капец. А бензин вот он. Из этого кожуха. В общем, разобрал. Точнее, не разобрал. Снял карбюратор. Попробовал заводить. Так же льет. Вон пятно. Непонятно. Отсюда идет. И все. Отсюда он капает. Хрен его знает. Разобрал карбик. Ну, тут немножечко ржавчины. Есть. Не знаю, смотреть, продувать, прочищать все каналы, наверное. Время комплекта понятное нету дела. Вот с этой трубки тоже льет, когда он так стоит. Сначала с нее, а потом уже идет туда. Как показать там, где там свет. Тоже ржавчина. Это тут все позабито, наверное. Все штуцерки. Вот эти. Те. Не, ну, стоять сколько. Не ездить. Сдается мне, надо будет полностью разбирать, раскручивать, промывать, прочищать, продувать. Но, скорее всего, закажу новый карбюратор, чтобы вот так вот поставил и все. И до свидос. Все забито. Вот такие дела. Ну, и еще ржавчина вот сюда высыпалась. Вот она рыжая. Как-то так. В общем, снял вариатор. Ремешок, оказывается. Сверху какая-то ошметка. Ну, так-то вроде целый. Еще поездит. Вот. Снял вариатор. Покупал когда-то. Когда-то там, я не помню. То ли этот покупал, то ли этот покупал. Тюнинговал. Все. Пытался его разогнать. Не знаю. Какой из них какой. Грузики. Печально. У них выработка. Вот они уже не круглые. Вот с одной стороны какие-то непонятные. Это пружины вот отсюда. По-моему, я не помню. Втулочка есть. По-моему, абсолютно одинаковая. Но, тем не менее. Короче. Как говорится. ХЗ. Где какой. Сейчас перевешу их. Посмотрю. Может, найду самые легкие грузики. Сделаю ему полегче. Да, забыл сказать, что я его разобрал. У меня лапка. Она вот. Ее ставишь. В любом положении становится. Надо ногой обратно откидывать. Короче, надо, мне кажется, сюда смазочки добавить. Там, где шток. Туда смазки кинуть. На стартер. Вот это все промыть от мусора. Картошка закипела. Боросята. Ой-ой-ой. Спину опять сорвал. Капец. Прикрутим. Да, кстати. Специалисты. Кто там в курсе. Какие грузики взять. Там они продаются отдельно. Тоже хочу заказать. Надо почитать, что они как-то обозначаются. Граммовка тоже разная. Ну, так, чтобы и не насиловать. Так, 16 на 13. Это у нас 9 грамм. 16 на 13. Ну, хоть буду знать. Какие. Да, елки-палки. Ну, да. Сколько грамм. Ставить. Даже не знаю. Сейчас перевешу их. Вроде спину попустило. Мопед 2 или 3 дня стоял. А я лежал. Я лежал, мопед стоял. Ждал. В общем, воткнул свой старый карбюратор. Вот. Все. Вроде перестало лить. Перестало лить уже в лужак. Перед этим, конечно же, продул, промыл. И очистителем карбюратора, жиклеры. Некоторые выкручивал. Каналы продувал, промывал. Ну, более-менее стал заводиться теперь хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Но я не могу его до сих пор как-то настроить. Холостого хода как такового нет. Резинку поменял здесь. Иглой уже игрался так. По вышине. Кстати, там тоже резинки не было. Вроде по видосу, что Леха прислал. Должно там колечко стоять такое резиновое. Под шайбой перекидной. В зажигалке поставил. Снял такое маленькое-маленькое резиновое. Оно как раз на иголочку подошло. Вроде стало получше. Но все равно как-то не то. Что-то ему вот не хватает. Резинку поменял здесь. Может, тут это не работает сам по себе. Сейчас видосы смотрел. Там тоже внутри должна быть резинка. Может, тоже потерялась. Которую он должен перекрывать. Надо еще раз снять и заглянуть вовнутрь. Вроде бы заводится. И заводится неплохо. Вот сейчас они высокие обороты. Кстати, колесо крутится. Грузики 4,7 поставил. Те, что с ним продавались. Придут новенькие-новенькие поставлю. И вот сейчас зараза начнет срабатывать. И начнет он тухнуть, тухнуть, тухнуть. Уже и там, и этим винтом чуть газулю там. Приоткрывал, закрывал. Здесь на 2, на 2,5, на 3 оборота иглу выкручивал. Вроде вот как, вроде вот что-то ему вот чуть-чуть как бы не хватает. Вот чуть-чуточку, может, еще здесь добавить. Если сейчас не заглохнет, заглохнет. Еще пол оборотика, может быть, да? Вот так вот. Клац. Что-то вот ему чуть-чуть не хватает. Надо аккумулятор поставить. Сейчас вот газулю не трогал, сам начинает набирать. Сейчас сам начнет и сбрасывать. Колесо крутится. Но сейчас стоит только его затормозить. И все, он сдохнет. Вот, нажал на ручку. Остановить колесо. Холостого нет. Не знаю, что-то. Нога болит, заводить. Поеду сейчас, наверное, аккумулятор возьму. Вот, притормажу колесо. Вроде работает, да? Бросаю, начинает набирать обороты. Пол оборотика назад. Чуть-чуть вперед. Вроде бы, да? Казалось. Вот, колесо напустил на землю. Оно уперлось в заглох. Не понимаю я. Ладно, придет карбик. Поставлю другой, новый карбик. Посмотрим, как он будет работать. Если через время будет такая же херня, то вот как Ваня говорит, воткну от альфы. Буду изучать эту тему. Вот, тут переходничок надо будет, да? Какой-то под него. Ну, короче, карбюратор. В общем, снял обратно карбюратор. Сегодня его ставил. Это тот же мой. Вроде и как работает. Уже не заливает. Но холостого хода нету нормального. И метров сто проезжаешь. Он начинает тухнуть, тухнуть, тухнуть. И вплоть до того, что как ни газуй, он начинает тухнуть и глохнет. Останавливаешься. Заново заводишь. И более-менее еще сто метров едешь. Вот. Камеру я поплавковую. Не подгинал, ничего. Как есть, так и есть. На месте работает. Только надо газуле чуть помогать. Холостого нету. Нормального. В общем, сейчас посмотрел. Думаю, замерю. Я карбик заказал, еще не пришел. Вот у меня вот здесь внутрянка 19 мм. А я заказал, я так понял, картинка там выше. Вот здесь 16 мм. Наверное, не оно. Может быть, даже я и откажусь от него. Деньги вернут, да и все. Действительно. Это от Альфы. Заказать. Или от Дельты. Да? Альфа-Дельта. Карбюратор. Попроще. Без вот этих всех причандал. Я смотрю здесь вот внутренний где-то 34. Примерно. Понаружи. Где-то 40. Где-то 40. Надо что-то такое подобное искать. А не какие-то размеры разные. Непонятно. Вот. Короче, задолбал он у меня этот карбюратор. Все вроде работает. Только вот не работает. Вот такие вот дела. Так. Очередное включение. А что делать, мужики? Надо этот самый. Очередное включение. Вот здесь вот поставил резиночку на иголку с этой стороны. Думаю, может воздух меньше будет подсасывать. Ладно, с этим разберемся. Короче, достал иголку. Достал пружинку. Там стоит колечко. Вот оно железное. И там должна быть резиночка. Вот здесь. Вон там стоять внутри должна. Короче, оттуда труха посыпалась от резинки. Она походу рэпнула. Давным-давно пересохла, рэпнула. И, соответственно, из-под иглы был подсос воздуха. Скорее всего. И холостого. Толком из-за него нет. И может на ходу тоже воздух сосать за место топлива. Да и все. В общем, разобрал старую зажигалку и достал вот такую вот резиночку. Она как раз как раз по размеру тому, что нужно. Вот по размеру иголки. Это даже большеватая. Сейчас, наверное, разберу еще одну зажигалку так, чтобы она плотненько садилась. Это я большую зажигалку разобрал. Эту я оставлю резинку а вот здесь у меня стоит зажигалки. Другая резинка поменьше. Сейчас их поменяю местами. И посмотрим результат. Вот здесь не было резиночки. Вот этой иголкой она должна быть по схеме, по идее. Но у меня ее не было. Видать, я ее потерял или еще что-то. Это с другой зажигалки. Сейчас я ее сниму. Она чуть-чуть поменьше как раз пойдет сюда. А здесь она чуть потолще. Как раз вот эта с другой подойдет сюда. Вот как только вот эту его резиночку поставил, он стал лучше работать. Но все равно не то пальто. А сейчас выяснилось, что вот из-под иглы. Но я и там будет стоять и у меня и здесь будет стоять такая вот. Вроде бы как по наружу держать пыляку и все остальное. Хотя от нее что-то толку тут мне кажется маловато. Надо большего калибра. Чтоб не пускало туда грязь. Такая своеобразная затычка. Защитите резьбу. Сейчас попробуем. Да, это как раз подошла с другой зажигалки. Вот таким вот образом. Не спадает, не выпадает. Все плотненько там придавится. Отлично. Вот такие вот дела. Это значит без надобности. Надо что-то тогда покрупнее искать. Или оставлю. Пускай будет. Все же меньше будет попадать. Так, теперь это все дело надо не потерять и собрать правильно. Как-то так. А та, чтобы побольше. Вот она сюда стала. Будем экспериментировать. Так, собрал все до кучи. В общем, поставил резиночку там, где она должна быть маленькой с зажигалки. Потом, которую показывал. Она чуть-чуть поменьше вот этого отверстия на винте. Ну, не знаю. и сверху одел. Такую она пошире. Туда затолкал. Ну, сейчас вообще плотничком залезла. Короче, вот с этой стороны. Не со стороны. Не стоя, с этой вот. Две резинки воткнул. Прямо вот запихнул их туда. Сейчас и винт, я думаю, откручиваться не будет. Самопроизвольно. Да, хотя там пружина его прижимает. Ну, и грязь не будет туда попадать. Дальше чем вот она есть. Под резьбой, под все остальное. Возможно, будет еще и держать дополнительно подсос воздух. Может быть. Не знаю. Возможно. В общем, изолировал полностью. Здесь под этим лапаном тоже старую выкинул. Поставил чуть большего размера. Вот. Смазал плотничком. Залезла. Не знаю, работает, не работает. Но, тем не менее, подсос воздух отсюда исключил. Там под иголкой. Ну, пока положение там такое непонятное. Надо будет с ней поиграться. Вот, возможно, сейчас появится холостой ход. Сейчас, в общем, втыкаю. И смотрим, проверяем. То, что его не было, это 100%. Ну, хоть лить перестал. Может быть, сейчас заработает. Уже он заводится. Даже рукой заводится. Просто рукой качаешь. Качнешь, он заводится. Но, раньше лил, сейчас уже не льет. Фильтр новый поставил. Мусора поменьше. Ягла не зависает. Все, сейчас втыкаю, проверяю. Потом похвастаюсь. Похвастаюсь результатом. Может, и карбик новый не нужен. Короче, поставил карбюратор. Что-то он раз завелся. Заглох и все. И шабаш. До этого вообще безотказно заводился. Появились звуки посторонние. Снял крышку. Валяется пружинка. Отсюда. С колонок. Не одно, так другое. Не пятое. Собака так десятое. Будем снимать вариатор этот. Смотрите, что там не так. Как оно меня задолбало уже. Так, снял сцепление. Ремень просто разжатый. Можно вернуть сейчас на место. Короче, пожалуйста, получите, распишитесь. Здесь алюминька. Оторвалось ухо крепления. Колодки где-то там у. Все, встало на бикрине. Короче, надо будет либо колодки искать, либо искать полностью в сборе сцепление. Это бэушное сцепление я покупал. У того же мастера, у которого магазин, который держит вот эту часть вместе с колодками. Родная у меня одна напайка оторвалась. Где там она у меня лежит? Вот такие вот дела. Сейчас попробую найти, посмотреть колодки. А лучше, конечно, взять в сборе. Кобздец какой-то. Какой-то кобздец. Или вот так вот просто соберу. Хотя бы, чтобы завести его. Стартер тоже ставить, наверное, не буду. Электростартер. Вот так, сейчас надо притянуть. Чтобы хотя бы... Вот он грузик. Чтобы хотя бы его завести. Карбюратор проверить. Вот такие вот дела. Все, не слава богу. Короче, вроде и холостой появился. Вроде бы. Ну, не знаю. Надо еще как-то все этой иголкой порегулировать, поэкспериментировать. Все равно что-то вот не то. Ну, вот минималочка, да? Вроде бы. Совсем минималочка. Это он сам по себе работает. Здесь два оборота. Ну, как объяснить? Вот она поднялась. Два оборота. Так, чтобы его поджало. Винт на три оборота выкручил. Вот этот топливный. Это... Ну, сейчас произвольно ее поставил, потому что там резинку подкинул. Которой не было. Точнее, может она и была, я ее потерял. Нормальный, адекватный, холостой ход. Вот. Убрал подсос из-под жиклера. Все. Проверить бы на ходу его. Так колодки поломались. Ебкий палкино. Может, даже сейчас бы и хватало больше, чем на 100 метров хода. Шикарный, холостой ход просто сейчас. И карбик, по большому счету, уже как бы и не нужен, да? Все, не слава богу. Где сейчас их искать? Как их подбирать? Я не знаю. Как бздец. просто. Только наладил. Сейчас что-то наверх пошли. Ну, он сейчас скинет. Начинает скидывать. О, заглох. Нет, а что-то сейчас, может, здесь надо переставить иголочку. Может, еще чуть-чуть выше, либо чуть-чуть ниже. Не знаю. Сейчас на дно колечко перекину. Потому что тоже там, я уже не помню, как она стояла. Вот такие вот дела. Мужки, всем привет. Эпопея продолжается. со сцеплением, с поломанным, да? Заказал я. Ваня подсказал, что подойдет. Заказал. В общем, вот здесь гайка на 38. Максимальное, что у меня есть, на 36. проехался по нашим магазинам. Нигде нету. Головки на 38. Ну, по крайней мере, не нашел. В интернете есть. Стоит там порядка 600 рублей. Ну, ударная, неударная, без разницы. На 38. Хотел было уже заказывать. А, в общем, вспомнил, что есть же у меня на 38. Пришлось изготовить. Вот она. На 12 граней. Это ключ этого храповика. Вот, ручку отрезал. Но он на 38. С классики. Проворачивать. Вот, по меткам выставлять. Обточил ее слегка. Приварил гаечку. Гаечку тоже проточил, чтобы она села. Там проточил. Чтобы ровненько, удобненько проварил. Запесочил. Вот такие вот дела. И все. Есть ключ на 38. Гайку приварил на 36. Можно было чуть поменьше взять. Но она просто подходила. Так, чтобы не проваливаться. И можно было проточить, чтобы она ровненько села. И все. Уже отбивал. Спокойненько, запросто. Гаечка тоненькая. Пришлось ее с этой стороны тоже проточить. Так, чтобы они грани начинались с самого начала. Были вот такие вот полукругленькие. Как бы туда вовнутрь фасочка снята. Чтобы она цеплялась не краюшечкой, а всей частью. Так что, такой спецключ сделан на 38. И покупать не надо. Классики у меня давным-давно нет. Списал ее несколько тысяч лет назад. А ключ остался. Где-то еще есть один ключ. Так что, он в ней не единственный. Как-то так. Все, проблема решилась. Я вчера и камазистам звонил. Говорю, мужики, нужен ключ на 38. Голова. Говорит, а у нас в камазах нету таких гаек. Есть больше, есть меньше. А вот на 38 нет. Вот, как-то так. не знаю, можно покрасить, а можно не красить. Спецключ. Отлично. Все, ждем, пока сцепление придет. В общем, пришли ролики. Точнее, грузики. На 6,5 грамм. Вариатор. Вот сюда. Такая была внутри. бумажка. Должны прийти еще на 5 грамм будут. От карбюратора отказался от вот такого. Карбик тоже пришел. Короче, я его не получил. И вот этот патрубок заказывал. Вот он подумал, а смысл ставить его новый? Вместе с этим все ништяк. И от него еще отказался. теперь должен на днях приехать карбик с дельты, с альфы, с беты. Как-то так. Вот. И переходничок тоже брал под этот патрубок. Должен приехать. чтобы самому не химичить. Хотя можно было бы и захимичить. заказал. Вон там недорого и стоит. И все. Ну, все заводится, все работает. Ну, холостой не держит. С пол пинка не льет ничего. Ну, холостой не держит. Ну, и проверить не могу. Сцепление разобрано. Все. Помер. Ждем карбюратор. Сейчас, короче, еду. Мужики. вон машина спереди черная, которая спереди идет. Слышу, на шипах грохотит. Думаю, нифига себе, чувак, на шипах до сих пор ездит. А потом вспомнил, что я до сих пор на липучке на зимней езжу. Может, пора уже колеса менять на летние резины. Я не знаю. Лежит на литье. Град хреначил. Ветер. Хреначили. Ого. 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 Ого, куски он лежат. Ого. Окна иди, закрой. Там у тебя окна открыты. Вот и что. Давай, ты гон. так это мы стоим под навесом. Это вон оттуда летит. От крыши от сюда. Ого. КОНЕЦ Рена он подголбит, куда крупнее пошел. Короче пришли грузики 5-ти граммовые, вообще никаких этих самых названий. В прошлый раз хоть какая-то картинка, это на 6,5, это на 5, походу с одного и того же магазина, потому что такие вкладыши в этих пакетах. Это вот на сцепление, кстати сцепление, вот такое чисто китайское. Я не знаю, оно хоть подходит, нет, надо он будет снять, я думаю подойдет. Я думаю оно, ну ничего так вроде, все так ровненько и аккуратненько. И переходничок на карбюратор, на дельтовский. Не знаю подойдет он, не подойдет. Это я думаю подойдет. Я думаю подойдет. Но не подойдет, сделаем самодельно. Стоит тоже ерунду. Думаю взял так, чтобы для компактности вроде как. Поставить то и все. Вот. Завтра, не знаю получится, не получится испытать. Завтра надо кое-кого там на нож поставить. Будем заниматься. И можно будет этот карбик испытать, пока тот еще. Наверное скорее всего завтра придет тоже. После обеда. Вот с этими доработками. Будет его хватать или нет. Если будет хватать, пускай работает. А это уже другой карбик. Как начнет выделываться. А может сразу поменяю. Короче не знаю, надо вот этот проверить. Сцепление есть. Завтра вкину свежие грузики. Пятиграммовые сразу. Вот. А с выработкой уберу. И проверю. Но мог, может послезавтра. Не знаю, посмотрим. В общем получил вот такой карбюратор. Как Ваня советовал. С пластмассовым флажком. Так как он невысоко поднимается. В этот так называемый унитаз. Упираться не будет. Не знаю. Посмотрим. Вот. Всего лишь навсего. Два винта. И как говорится, до свидос. Завтра уже буду ставить. Вот. Фильтр. Нулевик. Ну просто шел он в комплектации. Конечно его ставить не буду. Потому что вот он родной. И в комплектации должно быть две прокладки сюда. Вот одна пластмассовая. Другая не знаю с чего. Спаранита возможно. И должно быть. Должен быть. Судя по картинке. Там топливный фильтр в комплектации еще. И вот такое еще одно резиновое кольцо. По итогу нет пластиковой, пластмассовой, толстой проставочной этой прокладки. Нет прокладки, я не знаю, спаранита наверное нет. Нет кольца, нет фильтра. Только карбюратор и фильтр нулевик. Вот лучше бы они его не положили. Положили мне две вот этих прокладки. На всякий случай. Я то вырежу из паранита. Не вопрос. Вот. Если нужно будет. Есть тонкий, толстый. Может быть вообще не нужен. Вот он переходничок. Который пришел вчера. По креплениям. По самому, как говорится, диффузору. Вообще замечательно. Вот. Как-то так. Ну не знаю. Сейчас замерю. Вот здесь. Где-то был штанг. Сейчас найду. У меня там 19. А здесь. Мужики не знаю. Сейчас замерю. По самому самому краю. Да. Здесь тоже 19. 19. Хоть так. Здесь чуть-чуть больше. Получается. Если вот так вот сопоставить. Все это дело. Скрутить. То видно края. Ну это уже хорошо. Что это все дело. Подходит. То есть вот так вот скручиваю. Прижимаю. И карбюратор имеет. Такой. Прямую установочку. Без всяких переделок. Без всяких там. Покупают. Этот. Отвод. Отвод я вот так назову. Да. На коллектор. Потом отпиливают карбюратор. Вот так стоит. Вверх жопой. Короче. Такой себе. Этот самый. Такая себе установочка. Завтра поставлю. Попробую. Тут что-то маркером нарисовано. Не знаю. Что это. На винте. И здесь на корпусе. Возможно. Уже отрегулирован. Буду так надеяться. Здесь глушка. Вот такая. Ну, в общем. В общем. Будем экспериментировать. Вроде все закрывается нормально. И открывается. Вот такие вот дела. Воткнул карбюратор. Вот здесь пришлось герметик намазать. Чуть-чуть меньше, чем вот этот. Патрубок. Намазал жирненько. Поставил. Закрутил. Ну, надо теперь поднастроить его. Это вот заслонка. Чуть больше, чуть меньше. Короче, надо поиграться. Чуть-чуть с топливом. Топливо на 2,5 оборота вывернул. Пока. Ну, полостой теперь хоть появился. Подстроить, короче, под себя будет четко. Здесь вот эту трубку. Трубку заменил. Вот эту достал, которая стояла. И медную. Вот тут поставил. Вымерял, высчитал. И она гнется лучше, чем вот эта. И вот так вот вниз ее пустил. Это пока еще, как это называется, термоусадка. Пока еще не грел. Ну, не знаю, как она тут будет. Высоковато все равно. Надо будет, наверное, разбирать и сгибать вот здесь. Вот я сам гусак нагревать, скорее всего, и сворачивать. Он в сторону смотрел. Тогда будет закрываться. А так пока вот так. Не знаю, посмотрим. Все. Немножко там поигрался. Это засланка. Это, я так понимаю, топливо. Где-то примерно на три оборота выкручен. Все. Бегает теперь полтинник. Ну, это я только по гравийке проверял. Дальше страшно было разгоняться. И заводится где-то ключ. И холостые появились. С полпня холостые. Ну, отвертку пока в кармане вожу. Так, подстраиваем. Топлива чуть побольше дал. Вот это работа. Вот это мне нравится. Ну, не такой резкий, как этот самый, как был. Ускорительного насоса не стало. Чуть-чуть. Офигенски. Чуть-чуть. Короче, надо поподнастраивать немножечко. Два винта всего на все. Никаких мозгов больше не делает. Сейчас поеду аккумулятор еще возьму. Сюда поставлю. Чтоб заводился с этого. Ну, с кнопки. Чтоб каждый раз его на подножку не ставить. И все. Вот это работа. Шепчет. По сравнению с тем, что было, конечно. Небо и земля. И лампочки надо все попроверять. Погоревшие. Не знаю, какой-то где-то. Где-то что-то когда-то вот так вспыхнуло. И все, что горело, все сгорело. Так, поворотник. Докрайник тут работает. Тут якобы работает, да? Поворотники, наверное, целые, потому что они не горели. Так, тут работает. Тут работает. Все, остальное, ничего не работает. А, ну, тут подсветка еще как-то горит. Но не вся. Ну, это, понятное дело, тут все сгорело. Все сгорело. Вот это тема. Вот это я понимаю. Карбюрейтор. Карбюрейтор. Не знаю, сколько он будет жрать, конечно. Это багажничек такой сиротский. С мотоцикла Урал. На заднее колесо там крепился. Пришлось его немножко модернизировать. Но это давным-давно делалось. Это под заливную. Такой сиротский багажничек. Ну, сейчас можно, конечно, его посимпатичнее сделать. Как-то так. Короче, снял бак с мопеда. Вакуумный кран, походу, не работает. Он должен поджимать там диафрагму. Вот. А снизу вот этот патрубок, как бы, при работе двигателя, да, должен оттягивать, открывать краник. По сути, он уже открытый получился, да? В общем, под замену его закажу. Но, скорее всего, не кран, а может какой-то. Не вакуумный кран, а обычный кран. Или переходник какой-нибудь, не знаю. Посмотрим. Сейчас вымою бак. Это ржавчина. Посмотрим, сколько там ржавчины. А что я его снял? Вчера уже начал он выделываться. Вот он, пустой фильтр. Вон ржавчина. Видно, сколько ее там. Вот. И, скорее всего, вот здесь забитый шланг и трубка. Если там он бежит самотеком, то вот здесь вот он фильтр не набирает. Или набирает еле-еле душа в теле. Сейчас, в общем, вот так вот отстегну ее. Вот здесь. И попробую. Шпажка у меня есть, деревянная. Попробую вытолкнуть мусор. Не выдать, а вытолкнуть. Посмотреть, сколько его здесь. В общем, как ни странно. Ну, распрямил, посмотрел. Чисто. А почему бензин не набирается в фильтр? Завести его не могу, потому что бенз не идет. Не знаю, почему. Но бенз не идет. Тут бежит, аж мама, не горюй. А там не идет. Черный весь. Так, бензин слил. Вот он, цвет бензина. Это из-за ржавчины. Сейчас вот открутил, сейчас достану на камеру. Почему же не идет? Не идет бензин. А потому что вот там все было, наверное, скорее всего, вот тут залеплено вот этой вот ржавчиной. Вот как только его поколыхал, она вот там просто капец, она кусками вываливается. Я не знаю, как ее вымыть. Но это такие же вот они, куски. Сейчас нам вот это сниму. Бензина залью еще чуть-чуть. Поболтыхаю, поколыхаю. И еще раз ведро солью. Так, вымыл бак. Блин, как бы показать. Просто не так не видно. Ржавенький. Ну, ржавчину вымыл. Сейчас вымыл водой. Под колонку пошел. Засунул сюда. Засунул сюда железные вот эти сковородки. Мы, как их там называются. Ёжики, ёршики. Типа, ну, понятно, да? Железяные. Два штуки туда запихнул. Набрал. Балтыхал. Они там чухались по стенкам. Ну, все. Теперь хоть не выпадает эта мелочь. Хоть он там и ржавенький. Ну, это чтобы его вычистить, мне кажется, надо его только набрать воды балагарочкой распилить. Все это дело запесочить. Либо щеткой там зачистить. Без разницы, да? И потом заново сварить. Ну, пойдет. В общем, помыл. Еще лет на пять хватит. Как-то так. Вот такие ошметки выпадали. Прям капец, капец. Сейчас сейчас его на крышу положу. Вот так вот вверх. Отверстиями он черный. Вода внутри испарится. Он высохнет. До завтра, я думаю, хватит. Сейчас куда-нибудь или сюда, на крышу или туда. Без разницы. Чтобы он нагревался и проветривался. всю. Потому что краников все равно нету. Этот надо менять однозначно. Ну, буду, наверное, ставить обычный флажок. Вакуум буду убирать. А там не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Может даже для начала я заказал один флажок отдельно без самого вот этой гайки. А то есть еще флажки с гайками. Сейчас замерю размерчик. Потому что они разные есть. Наверное, закажу вакуумник. А там посмотрим. Не знаю. Но этот уже не работает. Он должен перекрываться. Он не перекрывается. Вот. Плюс еще вот это все было залеплено. И фильтр тупо пустой. Вот как-то так. Сейчас, короче, определимся. Пока этот будет сохнуть до завтра, послезавтра. Пока эти вещи придут. Они недорогие. Там рублей по 300. Определюсь, как мне будет лучше прямо ток сделать либо вакуумник. Ну, кстати, вот эта штука полежала, высохла. Вот она какая-то малая часть. Сейчас бензин чуть отстоится. Да, что там отстоится. Можно его сейчас куда-то перелить в отдельную канистру и посмотреть осадок на дне. Это малая часть. Большая часть сейчас вымылась с водой. Так, слил бензин в отдельную канистру буду там мыть что-нибудь в нем. Как показать-то? Я не знаю. Сейчас я лишнюю водичку. Вон, капли выплывает. Даже это не водичка, а как желешка какая-то испарится. это малая часть. Малая часть, которая вылилась с бензином. Это я взял, он еще столько же. Вот это было в баке. Это я не знаю, что такое. Поэтому бенз и не поступал нормально. Может и тот карбюратор бы работал. Нормально. Но этот лучше. Как-то так. Так, ну с бензином разобрался. Теперь сейчас такая вот у меня история. Провариваю вот эти крепления оторванные. Это из-за большого вот этого багажника, который сзади. Особенно когда его батя любит нагружать такими хорошими грузами. оно его оторвало. В общем провариваю здесь и провариваю с этой стороны. И будет держать капитально. И оторвало, потому что оно было бы здесь сварено изначально. Ничего бы не произошло. Все. И вот эту штукенцию тоже вот так сейчас подрезаю сварку. Здесь внутри точка стоит так сказать насрано. Короче подрезаю и надо ее сместить будет где-то до сюда примерно. Потому что краник вакуумный по крайней мере он чуть плоский. Когда я его менял там стоял немножко другого размера краник этот большой и он получается что вот этой частью стоит вот здесь. Вот таким вот образом. Здесь я ее выгинал немного пришлось кулбометром плюс вот здесь еще гаечки подкладывал поработать. То это было сто лет в обед. В общем если менять краник на другой то там они чуть габариты другие и поболее поболее чтобы вот эта штука не мешала перенесу подальше заодно и фильтр в амортизатор упираться не будет это все стоит на заводском исполнении ничего еще не переделывалось вот это на своем месте долбит в амортизатор это на своем месте короче переношу их доступ будет лучше если возьму не вакуум а с флажком скорее всего возьму для начала вакуумник рабочий там или пружина уже сгнила мусора видели сколько плюс вода плюс конденсаты все это яичня может даже его сейчас раскурочу и посмотрю состояние состояние внутри может мембрана лопнула почему он вытекает а не закрывает отверстие просто интересно вот короче закажу наверное вот такой а там может и на краны перейду ну я думаю уже будет получше фильтр покрашенный в цвет уже ржавчины вот как-то так может даже придется еще и карбюратор снимать и отстойник помыть еще раз да кстати только досмотрелся название краника возможно он так и должен работать потому что судя по названию не исключено что он был снова нерабочим сновья точнее нерабочим вот как-то так короче на станке срезал вот этот завертыш это все равно негожий какая разница в общем зажал завальцовку сточил сейчас попробую рассоединить и заглянуть внутрь просто интересно так рассоединилась четко вот она одна часть пружинка живая я так скажу одной рукой так и знал что упадет ну ладно так эта грязючка только что упала смотрим мембрану да по-моему дырка вот здесь вот она сейчас на свет выйду ну а что мусора довольно таки тут и нет нету ржавчины чистенько так вот мембранка это вот видно хана короче она расползлась здесь видно эти резинки или что здесь такое и она вот так вот становилась вкрыв кость короче короче кранику просто ханище вот и все в общем заказываю такой только новенький ну вот я не буду и заморачиваться вот такие вот дела что ведь не делают разборными я не знаю можно было разобрать и собрать никаких проблем поменял бы эту штуку да и все хотя он стоит там 300 300 рублей 200 с лишним не такие уж большие деньги меняем полностью все мужики переварил крепление амортизаторов сместил чуть назад ну бак не прикрученный потому что краника этого все равно вакуумного нет вот оно теперь куда будет прикручиваться даже если будет и механический здесь вообще ничего не мешает закрыть его открыть поставить ну поставлю для начала вакуумный хотя и механический тоже заказал обычный флажок возможно там будет флажок и вот крепление есть оно здесь из-под пластика его видно возможно и здесь будет флажок так чтобы туда не тянуться ну не знаю короче посмотрим возможно будет возможно будет просто здесь один и сразу туда через фильтр ну сначала поставлю вакуумный посмотрю надоест поставлю обычный все здесь по максимуму назад так чтобы бак тоже не упирался здесь он выпирает зазорчика там не знаю пару миллиметров оставил то есть по максимуму назад сместил появился зазор возле фильтра теперь здесь он не стучит не упирается вот бак не прикручивал потому что все равно еще ставить сюда это все дело и эту выровнял выстучил в общем так как надо здесь хомут поставил такой широкий вот такого плана ну это чуть поменьше там чуть-чуть побольше этот наверное сюда поставлю вот теперь вот он патрубок зажал вообще капитально вот этим не вариант был зажимать этот родной который был вместе с мопедом поставил вот такой под болт все сейчас обжато зажато вообще замечательно возможно и этот сниму сейчас расцеплять не буду просто этот рассоединю вот так поставлю и обожму обожмется просто замечательно чтобы уже наверняка да прям сейчас и сделаю так с этим решили а если карбик надо будет снимать вот здесь болты откручиваются флянчик остается карбик снимается вот такие дела но герметик не помешает это однозначно так ну на этом пожалуй все ждем послезавтра краник будем пробовать пробовать запускать ну что продолжаем продолжаем собирать мопед сейчас был в озоне съездил забрал лампочки пришли это на дальний ближний такие как стояли они в фарах вот такие стоят двухконтактные на 35 на 35 ватт вот такие вот такие они и есть дальний ближний такие же взял хотя можно было взять какие-нибудь светодиодные но пока такие недорогие в принципе две штуки вообще там ерунду стоит я думал дороже буду это у нас в магазине они стоили конечно космических денег так вот такие вот светодиодные тоже двухконтактные это на 100 пак стояли обычное накаливание ну что-то захотелось вот такие светодиодные они вот так в паре продаются тоже херню стоит в общем поставлю на габариты лампочки пришли тоже светодиодные заказывал вот здесь 10 штук стоят вообще я не знаю там ерунду некоторые продают одну две лампочки по цене как я взял 10 полностью прозрачные короче она сейчас распечатать сейчас их раскрою так вот так выглядит как будем показать вот все таким вот соколем но они здесь стояли такие подобные вот кстати перегоревшие дальние ближние загоревшие это вот лампочки которые сзади стоп и габарит и вот эти которые просто спереди на габаритах возможно такие же стоят и на поворотниках не знаю короче надо разбирать смотреть на поворотнике рабочие работают какие там стоят не знаю в общем вот на замену такого же калибра только светодиодные как светят будем уже смотреть завтра вот их 10 штук там 200 типовом с лишним рублей если я не ошибаюсь вот может даже их можно использовать и в панели приборов я имею ввиду у меня в автомобиле стоят что-то такое подобное только сверху еще одевается такая резиновая зеленая штукенция одни ставил вообще долбят панель включаешь не видно машина как едет спереди потом я их менял менял в итоге поставил накаливание обычные возможно мне пойдут они и в автомобиль будут рассеивать свет короче посмотрим чтобы поярче светилась панелька сейчас она такая еле-еле душа в теле короче посмотрим так с лампочками разобрались пришел краник сейчас распечатаю так пришел краник вот такого плана включена выключена еще один должен прийти который в бак вкручивается туда до бака не тянутся вот сюда рукой я вот его думал как-то вот здесь закрепить так чтобы он был в быстром доступе ну и там краник само собой может когда-то снять бак перекрыл и снял почистил промыл а этот как бы на постоянке тянутся далеко не надо это один из вариантов вот но пришел еще вакуумный краник сейчас распечатаю так атакует фильтр в принципе как и там кстати на где-то вот он этот фильтр вот здесь вот где-то я наблюдал аму дофокусируйся ты не хочет вот здесь вот дырка в сетке не знаю не хочет фокусировать сам посередине видно здесь дырка поэтому и мусор в карбик попадала вот такая гаечка не знаю подойдет или нет краник похож а вот по гайке мужики не уверен надо сейчас вот это все уберусь и духу скину и попробую навинтить ну вроде бы вроде бы вроде бы оно вроде бы оно лишь бы оно по резьбе подошло вот как-то так что-то здесь никаких прокладок не вижу здесь тоже никаких прокладок не вижу я имею ввиду вот здесь чтобы коннект был нормальный в пакете тоже их нет а вот она прокладка что-то что-то я туплю вот у нас прокладочка которая вот так вставляется а потом зажимается ну бывает такое да поэтому ставлю сейчас так и ну не сейчас завтра надо еще фильтр топливный потому потому что при сварочных работах тут загорелся мопед сейчас покажу короче варил там вот эти переставлял амары тут подварил а я не показывал да оно шискри летят это же потом уже когда в маске по запаху догадался что что-то не то короче хоть тут бензинчика и совсем не было но пары загораются четко вот там он так был отсоединен пару искр и такой запах такой пластмассы в ноздри я понял что что-то не то пришлось отсоединить потом подставить кусок металла и потом продолжать варить короче чуть мопед не спалил это стоит тросик перепад спаивал бабушечку сгинал этот самый лампочки я проверю уже завтра сгинал вот это крепление где тросик проходит вот и наверное уберу вот эту медную трубку тросик обрежу сколько мне надо выточу регулировочный который будет регулировать натяжение троса подберу уже конкретно и вот сейчас крышка вот вот эта крышка становится так сказать отлично замыкается все загиб загнул единственное там доработать его немножечко поставил хомут сюда вот сюда мощные такие хомуты сейчас карп вообще зажало подсосов воздуха никаких вот такие дела все работает дроссель открывается закрывается загиб под 90 градусов все жду жду теперь краник еще краник фильтр несколько видов заказал чтобы сюда подошло один мопедовский другой автомобильный но под шланг сестерочку универсальный можно было поехать купить заказал все сейчас тут все замечательно тут замечательно везде все это двинулось везде все стало как надо там теперь не мешает установке краника абсолютно ничего это не прикручено как-то так так ну в машине сейчас включаю панель приборов вот не знаю телефон почему-то слишком ярко засвечивает вот это все и кажется слишком ярко но это через телефон на самом деле вот смотрю не через телефон и вот так вот тускненько горит как-то не передает сама картинка реальную картинку так сказать точнее телефон не передает реальную картинку светит ну как тускновато панель Абсолютно такое ощущение, что Где-то есть вот этот диммер Который приболтанный Но его-то здесь нет Сейчас поставлю вот эти лампочки Они здесь точно такие же Четыре штуки И посмотрю разницу Сильно будет долбить в глаза Или нет Здесь обычные лампы накаливания Так, ну заменил Заменил Сейчас Тоже оно так вроде ярко светит На самом деле На глаза прикольно Вообще так вот мягенький свет И он стал не желтым А больше белым И почему-то Опять же это видно Что верх не сильно подсвечивается На телефоне даже видно А на глазах Ну как бы я не знаю И не бьет мне в глаза Как у меня до этого стояли Лампочки никакие направленные Что-ли были Вообще послепило Ну такие вот дела Ну так себе Я не знаю Из желтого они стали Белым светить Как бы все видно Сейчас цифры видно Стрелки видно Сказать, что они стали ярче Нет, просто поменяли цвет И все Как бы ничего особенного Ну вот Абсолютно ничего особенного На габариты на мопед пойдут Не знаю Может оставлю Ну пускай поработает Посмотрим Тут менять их Два болта здесь Открутить И четыре болта Сам щиток Недолго Ну кажется, что ярко Но на самом деле Сижу Телефон в сторону Вообще комфортно Как-то так Ну оставлю Пускай пока побудут Десяток зря Купил Две лампочки Всего на мопед Вот как-то так Пускай побудут Светодиодные Теперь Вот эти Так Ну Проехался Прогрел мотор Бак закрепил Краник вакуумный Поставил Фильтр большой Такой автомобильный Воткнул Сейчас вот Колоской Удавляю Немножечко И он даже На вот таких Оборотах работает Еле бздящих Так сказать Заглох Слишком мало Заводим Еще разок Чуть-чуть Добавить Буквально Граммулька Вбрасываю Полностью Ручку Газа Чтоб он не Глох А вывозил Так сказать Вот этого Достаточно Вот этот Винт Топлива На два с половиной Оборота У меня Иголка Вот здесь По середине Заводская Настройка Ну В процессе Еще там Покручу Поверчу Все короче Собираю Сейчас До кучи Ставлю Лампочки На место И на этом Наверное Будет Шабаш Как говорится Бак Вымыт Фильтр Чистенький Бензин Свеженький В общем Собираю Все до места Так Ну вот так Вот в темноте Все это дело Выглядит Не знаю Почему Но Габарит На заднем Стопаке Ну не совсем Подсветка номера Работает Светодиодная Лампа А вот Габарит Не совсем Хорошо Работает Заменил В панели Приборов Светодиодные Сейчас вообще Замечательно Мопед Сейчас работает Вот так вот Светится Габарит Ну это На Камеру Конечно Ярко Кажется На самом деле Все даже Очень даже Неплохо Это габарит Это даже Не свет Свет Обычные Лампы накаливания Сейчас включу Так Давайте Начнем С поворотников Тут работает Сзади Работает Надо что-то Придумать Вот С задним Габаритом Здесь Работает Здесь Работает Здесь Работает Так Свет Ну Газу Даешь Ярче Светит Это Ближний Ну Почему-то Проседает Ну Нагрузка 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 Идет Какая-то Так Дальний Лампочка Загорелась Дальний Тоже Есть Вот Короче Надо Будет Разобраться С С Этим Габаритом Так Стопак На тормоза Нажимаю Ну Не видно Да На Правую Работают Точнее На Левую На Левую Работают На Правую Тормоза Работают Все Работает Что-то Не нравится Мне Как Может Газу Дать Лампочка Работает На Габарит Что-то Не Нравится Хотя Днем Светило Вообще Замечательно Может Что-то Там Пошло Не по Плану Ну Это Два Винтика Открутить Посмотреть Вот Как-то Так В общем Хоть И ночь Друзья В общем На этом Можно Эксперимент Закончить С мопедом Ну как Эксперимент Ремонт Мопеда Вот так Вот Два Глаза На этом Буду Заканчивать Друзья Мопед Работает Холостой Отличный Задним Фотарем Уже Разберусь На месте Может Поставлю Обычную Лампочку На Кали Ванья Все Друзья Всем пока С вами Был Санек Скоро Увидимся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...